Следующая программа предназначена для зрителей любого возраста. Негативных последствий для потребителей не будет, обещают. Нижегородские чиновники разрабатывают план работы с местными товаропроизводителями после введения запрета на ввоз в Россию продуктов из Европы. Нижегородскую Венецию, улицу Алексеевскую будут спасать от потопов. Чиновники решают вопрос об увеличении ливневок. Расскажем, к чему пришли. В этом кабинете решается большинство важных для региона вопросов. Наша съемочная группа побывала на рабочем месте у Валерия Шанцева. Расскажем, в какой обстановке решается судьба Нижегородской области. Не жалели ни покрышки, ни асфальт. В выходные в городе прошло автомобильное G-Drive-шоу. Нижегородцы увидели лучшие машины под управлением лучших пилотов. А также это природное явление бывает нечасто. Нижегородцы воспользовались возможностью и запечатлели суперлуния в ночном небе над городом. Об этих и других событиях понедельника и минувших выходных расскажем в ближайшие минуты. Вы смотрите службу новостей город. Меня зовут Дмитрий Сорокин. Здравствуйте. И начнем с темы, которую сейчас обсуждают не только в нашей стране. Ответ России на санкции Европы. Уже опубликованы списки товаров, которые запрещены к ввозу на территорию нашей страны. Их довольно много. От молочных и морепродуктов до фруктов и овощей. Некоторые россияне начали беспокоиться, не приведет ли это к росту цен. И как раз вот этот вопрос обсуждали в понедельник на оперативном совещании в администрации Нижнего Новгорода. Анастасия Данникова узнала, какие меры будут применяться для регулирования нижегородского продовольственного рынка. На прилавках магазинов последней партии продуктов, привезенных из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Новых поставок говядины, свинины, мяса птицы, морепродуктов, а также молочных изделий, овощей и фруктов больше не будет. Действовать такие санкции по указу президента будут в течение года, но этот срок может быть пересмотрен. Споры вокруг нововведения не утихают. Ксения Мигалова одна из тех, для кого ответные санкции стали настоящим ударом по здоровью. Аллергии на молочные продукты из отечественного коровьего молока вынудила девушку перейти на европейские безлактозные. Но теперь они под запретом. Схожие проблемы появились у целого ряда нижегородцев. Это вегетарианцы, веганы, это люди, у которых аллергия на лактозу. Потому что, ну действительно, это проблема, с которой в России никогда не борются. Если у человека аллергия на лактозу, а таких на самом деле порядка 75% в России, мы просто игнорируем этот вопрос. Человек давится, но пьет это молоко и делает пить, что все нормально, что ему потом становится плохо. От мяса Ксения тоже отказалась. Для получения белка перешла на морепродукты. Но с ними сейчас тоже все непросто. Остается единственный вариант запасаться впрок всем необходимым. Хотя бы на некоторое время. Я сделала запасы французских сыров из вакуумной упаковки. У них срок годности примерно полгода. То есть первые полгода мы можем нормально выживать. Для других введенные санкции по ограничению импортной продукции это новые возможности для отечественного производителя. Перед Нижегородской областью стоят серьезные задачи. Поставлена задача. Производство сельскохозяйственной продукции в регионе необходимо увеличить в два раза к 2020 году. До 100 миллиардов рублей в год. На сегодняшний день область полностью обеспечивает себя картофелем, зерном и овощами. По мясу мы пока не можем обойтись без импортозамещения, но здесь уже проводится работа по смене поставщиков и проблемы не будет. Про рыбу я даже не говорю. У нас такие запасы, что любая страна позавидует. В целом от ограничения импорта пострадают и совершенно точно западные производители, а не наши потребители. Пока с полным самообеспечением возникают трудности. Овощи, среди которых помидоры, огурцы, баклажаны, перцы, в регионе выращивают 4 агрокомбината. Но они смогут обеспечить лишь часть горожан собственной продукцией. На сегодняшний день мощности, которые у нас присутствуют в Нижегородской области, они позволяют обеспечить население только на 50% максимум. Чтобы полностью обеспечить жителей Нижнего Новгорода и Нижегородской области, нужно как минимум вдвое увеличить площади выращивания этих культур. Но за короткий период это сделать вряд ли удастся. А все потому, что на строительство и оснащение необходимым оборудованием одной теплицы уйдет полтора года, а вместе с тем 65 миллионов рублей. Как говорят специалисты, огурцы и помидоры могут оказаться в дефиците с октября по февраль. Именно в это время магазины почти на 90% обеспечивались импортными продуктами, в основном голландскими и польскими. Исключено, что сейчас их будут завозить из Турции и Ирана. Только их качество уступает российскому. Глава администрации города Олег Кондрашов в понедельник во время оперативного совещания обратил внимание, что сейчас вопрос введения санкций один из самых актуальных. И работа по нему будет вестись в двух направлениях. Первое – контроль за ассортиментом и уровнем цен в наших продовольственных сетях. Второе – увеличение числа сельскохозяйственных ярмарок в городе. Фермеры смогут реализовывать свою продукцию в неограниченном количестве. Мы требуем, чтобы сегодня торговые сети обратили на нижегородских производителей самое пристальное внимание и создали все необходимые условия для того, чтобы они могли свою продукцию реализовывать в интересах нижегородцев. Мы будем согласовывать нашу политику с Минсельхозом областного правительства. И если будет та продукция, которая в недостаточном количестве производится в Нижегородской области, мы открываем наши ворота и со стороны других областей, наших соседних, даже из соседних республик, например, Беларусь, пожалуйста, приезжайте, пожалуйста, привозите свою сельхозпродукцию, реализовывайте на территории Нижнего Новгорода для нижегородцев. Главом районов Олег Андрашов уже поручил работать на местах и искать новые площадки для организации ярмарок. Анастасия Данникова, Алексей Соколов, Служба новостей город. К другой, не менее актуальной теме. Чуть больше месяца остается до выборов губернатора Нижегородской области. Я напомню, они пройдут 14 сентября этого года. А пока кандидаты продолжают свою предвыборную кампанию. Кандидат от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин посетил завод «Красная Сормова». Там он познакомился с работой судостроительной отрасли и пообщался с сотрудниками предприятия. Конечно, я сейчас чувствую ту ответственность, которая на мне лежит перед простыми людьми, перед теми, кто мне доверил ту работу, которую я сейчас делаю. Я напомню, по данным Центра сберкома, Нижегородская область стала регионом с максимальным количеством кандидатов на пост губернатора. На эту должность у нас претендует 7 человек. Это глава региона Валерий Шанцев, Александр Бочкарев от «Справедливой России», Максим Сурайкин от «Коммунистов России», Александр Курдюмов от «ЛДПР», Михаил Кузнецов от «Патриотов России», Рустам Досаев от «Гражданской платформы» и Андрей Завьялов от «Партии Великое Отечество». Ну а сейчас небольшой обзор происшествий города и области. Трамвай сошел с рельсов в Держинске. Последствия этого происшествия снял на камеру регистратора один из очевидцев. На съемке видно, что во время поворота второй вагон трамвая поехал не совсем так, как этого хотел вагоновожатый. В результате задняя часть электротранспорта оказалась на проезжей части, задев при этом два автомобиля. Повреждения двух иномарк оказались незначительными. Никто из участников этого ДТП, в том числе пассажиров трамвая, не пострадал. Женщина и ее двухлетний сын выпали из окна в Арзамасе. Трагедия произошла в воскресенье вечером. По предварительным данным, падение произошло из квартиры на пятом этаже. Судя по некоторым признакам, основная версия – женщина увидела, что ребенок может выпасть через москитную сетку на окне и попыталась его спасти. В результате выпала сама, а также выпал ее сын. От полученных ранений женщина погибла на месте происшествия. Двухлетнего малыша в тяжелом состоянии отвезли в больницу. Сейчас следователи выясняют все подробности этого происшествия. 370 литров сомнительной водки взяли сотрудники полиции в городе Выкса. На складе одного из предпринимателей обнаружено 740 готовых к продаже бутылок водки. Ни на одну из бутылок сопутствующих документов не было, что может говорить о том, что вся продукция является некачественной и поддельной. В отношении бизнесмена составлен протокол по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях. Вся сомнительная продукция изъята для экспертизы и уничтожения. Улицу Алексеевскую нужно срочно спасать от затопления. Подробности знает Анастасия Шибашова, она представит рубрику «Короткой строкой». Спонсор рубрики «Короткой строкой» – народное финансирование «Алтын». Здравствуйте. Ливневок на улице Алексеевской, возможно, будет даже больше, чем нужно. Сейчас городские власти решают вопрос об увеличении колодцев на этой улице. Я напомню, во время сильного ливня Алексеевская превратилась в Нижегородскую Венецию. Как отметил начальник управления по благоустройству города Виталий Ковалев, количество колодцев на улице сейчас соответствует требованиям, и они все находятся в рабочем состоянии. Но из-за того, что это очень низкая точка, вся вода стекает туда, и колодцы не справляются. И еще одна новость о дорогах из городской администрации. Олег Андрошов предлагает перевести часть центральных улиц города на односторонние движения. Это касается так называемого городского кольца. Туда войдут, например, улицы Провианская, Симашка и Ульянова. Правда, когда реализуют эту идею и реализуют ли вообще, пока неизвестно. Подготовку школ к новому учебному году обсудили в понедельник в городской администрации. Сейчас к приему учеников полностью готовы школы Канавинского, Приокского и Сормовского районов. Не все работы завершены еще в 25 учебных заведениях. В этом году в первый раз за парты сядут 8200 первоклашек. В Нижнем Новгороде отметили Сабантуй. Праздник прошел в парке имени 1 мая. Сюда приехали больше 7000 нижегородцев. По традиции всех ждали национальные танцы, сувениры, борьба на поясах куреш и, конечно же, татарская кухня. Сабантуй или праздник плуга – народный татарский праздник. Его отмечают после окончания полевых работ. И это были все новости короткой строкой за понедельник, 11 августа. В понедельник стартовал хоккейный турнир на Кубок губернатора Нижегородской области. Соревнования продлятся до 15 августа. Ну а накануне этого спортивного события игроки Нижегородского торпеда попрактиковались в настольном хоккее. Они приняли вызов от сборной средств массовой информации. Против пятерки корреспондентов выступили Алексей Потапов, Вячеслав Кулемин, Никита Двуреченский, Евгений Белухин и Виктор Другов. На время противостояния хоккеистов и журналистов пришлось прекратить матчи первого этапа открытого Кубка России. В, не побоюсь этого слова, острейшем противостоянии верх взяли представители СМИ 31-19. Но торпедовцы все равно остались довольны участием в микротурнире. Нападающий Нижегородского клуба Алексей Потапов даже прервал послематчевую процедуру раздачи автографов для того, чтобы проинтервьюировать своего коллегу Памплуа Вячеслава Кулемина. Сейчас вы направляюсь, покупаете настольный хоккей домой или нет? Наверное, да, парочку возьму, наверное. Заставлю квартиру, буду усердно работать. Все, спасибо, Вячеслав. С нами был Вячеслав Куляев. До новых встреч. Сейчас новости от наших партнеров. После этого вернемся в студию и вот о чем пойдет речь. В этом кабинете решается большинство важных для региона вопросов. Наша съемочная группа побывала на рабочем месте у Валерия Шанцева. Расскажем, в какой обстановке решается судьба Нижегородской области. Не жалели ни покрышки, ни асфальт. В выходные в городе прошло автомобильное G-Drive-шоу. Нижегородцы увидели лучшие машины под управлением лучших пилотов. А также это природное явление бывает нечасто. Нижегородцы воспользовались возможностью и запечатлели суперлуния в ночном небе над городом. Производители отделочных материалов делают все, чтобы ремонт перестали сравнивать с тремя пожарами и двумя переездами. Если с бумажными обоями приходилось помучиться, ровняя край или разглаживая пузырьки, то жидкие обои стилк-пластыр заставили изменить представление о ремонте. Все, что нужно, это смешать задержимое пакеты с водой и спустя 12 часов нанести на стену. С этим заданием справится в одиночку абсолютно любой. Хотели приклеить обычные обои, но услышали о преимуществах жидких, то что они выравнивают стены и плюс они очень красивы. И это еще не все преимущества. Жидкие обои состоят из экологически чистых материалов, а значит не вызывают аллергии. Кстати, покидать комнату во время ремонта не придется. Никакой грязи и неприятных запахов. В результате швы отсутствуют, а все неровности стен удачно замаскированы. Световая гамма и выбор фактур огромный. Вам остается лишь выбрать стиль своих апартаментов. Компания Дом Декор является единственным официальным дилером в Нижегородском регионе. И предлагает широкий спектр жидких обоев, более 110 видов, на любой вкус и кошелек. Обои идут от 330 рублей. Компания Дом Декор заботится о вашем кошельке и предлагает товары в розницу по обдовым ценам. Кроме жидких обоев вы найдете все необходимое для вашего индивидуального интерьера. Декоративная штукатурка, лепнины из полиуретана, интерьерный багет, фотообои, фрески, фотопечать, декоративная гибкая плитка и многое другое. Дом Декор. Улица Фучика, 8, офис 14. Звонить 412-9165. Дом Декор. Н. Н. Точка. Ру. Здесь можно не только прокатиться на самокате, но даже устроить войнушку. Это не просто магазин детских игрушек, это лавка чудес. Перед тем, как купить очередную машинку или куклу, ваш ребенок, как говорится, не отходя от кассы, сможет ее протестировать. На стеллажах найдутся игрушки как для совсем маленьких, так и для тех, кто давно вырос. А родителей порадуют цены. К примеру, вот такой комплект рации стоит всего 275 рублей. Зашли в магазин, глаза разбежались от ассортимента, очень порадовали цены. Очень яркие игрушки, большой выбор. Настя выбрала рации. Я выбрала рации, потому что они розовые, красивые, и я хочу поиграть с ними со своей сестренкой. Помимо игрушек в магазине «Лавка чудес» есть детские автокресла отечественного производства по цене от 690 рублей до 4390 рублей. Зонты и детская одежда на разный возраст. Рюкзак на любой вкус, в том числе с ортопедической спинкой, от 300 до 2000 рублей. По словам сотрудников магазина, в «Лавку чудес» стоит зайти как минимум по трем причинам. Во-первых, мы стараемся удерживать цены на уровне самых низких в городе. Во-вторых, мы поддерживаем всяческие отечественного производителя. И нижегородцы всегда могут прийти и купить хорошую отечественную игрушку по недорогой цене. И в-третьих, у нас каждый ребенок, вне зависимости от своего пола и возраста, может найти то, что ему по душе. В «Лавке чудес» можно приобрести товары не только в розницу, но и оптом. При покупке на 3000 рублей скидка 10%, на 30000 рублей 15%. Существует и дополнительная система скидок. Кроме того, магазин детских игрушек сотрудничает с детскими садами. Магазин игрушек «Лавка чудес» 8 952 450 0404 Завод железобетонных конструкций «Гурметростроя» начал свою работу 30 лет назад. На изделиях этого завода выстроен практически весь Нижегородский метрополитен, а также некоторые станции Волгоградского метротрама и даже Московского метро. На сегодняшний момент ЗЖБК «Стройсервис» представляет собой группу компаний, в которой работают только профессиональные специалисты, способные грамотно и квалифицированно подойти к решению любых задач. Сегодня партнерами предприятия являются крупные строительные фирмы как самого Нижнего Новгорода и его области, так и некоторые регионы России. Группа компаний ЗЖБК «Стройсервис» на настоящий момент имеет возможность произвести полную комплектацию строительной площадки при возведении жилого дома. В честь Дня строителя завод железобетонных конструкций «Стройсервис» поздравляет строителей с их профессиональным праздником. Блажаемые коллеги, поздравляю вас с профессиональным праздником, с Днем строителя. Этот праздник является благородной традицией в нашей благородной профессии. Эта профессия очень древняя и очень престижная. Каждый из нас несет ответственность за построенные объекты, за построенные дома. Каждый является в какой-то мере строителем. Мы строим не только жилье, мы строим и свою жизнь, свои судьбы. Поздравляю вас с этим праздником. Я напоминаю, вы смотрите первый городской телеканал в эфире службы новостей «Город». 9 лет на посту. Именно такой срок в должности главы Нижегородской области провел Валерий Шанцев. В преддверии предстоящих выборов губернатора мы напросились в гости в его рабочий кабинет, чтобы посмотреть, в какой обстановке все эти годы он управляет регионом. Репортаж Евгения Иванова. Рабочий день большинства нижегородцев закончился два часа назад, но не у него. Даже в этот день уйти домой пораньше не получится. В небольшом кабинете еще остались дела, а работу впору измерять чемоданами. Чемоданами с документами. Вот попробуй подними, если сможешь. Ой, мама. Это сколько тут килограммов? Достаточно. Это все нужно подписать? Все нужно рассмотреть, подписать, дать поручения. Такому количеству папок не найдется место, пожалуй, даже в самом большом ящике стола. Кстати, стол для главы региона – вещь особенная. Ведь за исключением выездных совещаний все важные вопросы решаются за ним. К слову, Валерий Павлинович оказался несуеверным и даже сам предложил присесть в свое кресло. Можно, да, пока? Можно, да. Нравится? Ну да, неплохо. Ну, чувствую себя все равно не на своем месте. Не на своем месте, но с разрешения удалось проинспектировать рабочее место главы региона. Здесь напоминалка «План на день». Мероприятия идут одно за одним. На видном месте поздравления с Днем России от Владимира Путина. Кстати, сам президент в одном из первых интервью сказал, что в кресле главы государства не дал посидеть даже дочери, когда та приходила в Кремль. И, конечно, на столе телефоны. У Валерия Шанцева их шесть. В кабинете главы области есть прямая связь с президентом? Вообще есть телефон правительственной связи, по которому можно связываться и с президентом. А можно позвонить и узнать, как дела? Или только по рабочим областям? Ну, обычно так никто не делает. Это только дома можно звонить и спросить, как дела. Здесь же не с друзьями, товарищами, выясняя общую какую-то ситуацию. Здесь, если ты звонишь, то звонишь по делу. Занимается делами региона Валерий Шанцев уже на протяжении 9 лет. В 2005 году ему предложили занять пост губернатора Нижегородской области. Тогда Шанцев был вице-мэром Москвы. Понял, что это и какой-то знак судьбы. С супругой своей встречаюсь и говорю, знаешь, мне сделали такое предложение, у тебя девичья фамилия Минина. Поедем туда и будем доказывать, что это правильно, что мы туда приехали. За это время Нижегородчина стала родной. И как у любого нижегородца, у главы области появились любимые места. Отсюда, если посмотришь, каждый день вот это любимое место, вот эта мощь, когда две могучих реки, их называют Великие реки, соединяются в одно и наша единственная стрелка. Отдельное место в кабинете занимают памятные сувениры. У каждого своя история. Вот интересный подарок, например, кусочек ракеты, которую запустил наш главнокомандующий верховный. Вот с такого самолета Т-160, вот он на копии у меня стоит, Валерий Чикалов. Вот мне как раз командир этого корабля подарил вот этот кусочек ракеты. Кстати, после встречи с нами рабочий день главы региона не закончился. Следуя плану дня, Валерий Шанцев отправился на мероприятие в Дзержинск. Евгений Иванов, Александр Батраков, Служба новостей, Город. Нижневоложская набережная превратилась в гоночную трассу Формулы-1. Лучшие российские гонщики с мировым именем приехали испытать наши дороги на автомобильном G-Drive-шоу, ну и, конечно, показать, на что способны их машины. Екатерина Вологина побывала на заездах и пообщалась со звездными пилотами. Будто кадр из кинофильма. Гоночный болид кружит под колесами 10-тонного КамАЗа. Сложно поверить, но эта махина и сама способна делать резкие развороты. Двигаться на ровном городском асфальте победителю ралли Дакар 2013 года непривычно, ведь родная трасса для виражей, пески, буераки, камни и кочки. На таком бездорожье КамАЗ может разогнаться до 160 километров. Секрет в Тутаевском двигателе мощностью 860 лошадиных сил. Разгоняется до сотни этот автомобиль за 10-11 секунд. Очень динамично и так же быстро останавливается. Ведь все знают, что чем быстрее разгоняется, еще нужно и остановить. Очень маневренный автомобиль. Крутой разворот и болид теряется в дымке отжженной резины. Так что угадывать, где сейчас автомобиль, остается по реву мотора. Белоснежная дорожная разметка стирается под колесами болида. Шина никто не жалеет. На этом автомобиле многократный победитель гонок, пилот Роман Русинов, выиграл два этапа чемпионата мира. Как утверждает спортсмен, гонки – это его жизнь. Я думаю, каждая победа, которая есть у любого спортсмена, неважно, где он участвует, она дается нелегко. Поэтому выделить одну из них очень сложно. Конечно, для нас выиграть пять этапов подряд в чемпионатах мира было очень важно. В 2013 по 2014 год мы смогли одержать пять побед подряд. Правда, как бы не хотелось прибавить скорости, на городских дорогах Роман Русинов всегда ездит по правилам. Мастерство экстремального вождения в полную силу показывает на гоночной трассе. Крутые и опасные трюки мотофристайла допустимы тоже только в пределах трассы. Гоночный автомобиль РБ-7 с открытыми колесами можно назвать звездным. За рулем этого автомобиля Себастьян Светтель выиграл свой второй титул чемпиона мира. Услышать рев мотора этого болида можно разве что на трассе. Визг мотора этого болида называют легендарным звуком Формулы-1. Он вполне сопоставим со звуком самолета. Такой громкий он за счет атмосферного двигателя объемом 2,4 литра. С этого года по новому регламенту мощность двигателя должна быть почти в два раза меньше. Кстати, пилот в спорткаре на время гонки надевает наушники. Не только чтобы слышать команды штурмана, но и чтобы не оглохнуть. Выезд на трассу болида РБ-7 особенно еще и потому, что за его рулем Даниил Квят. Самый молодой пилот в истории Формулы-1. В силу воли и стремление к результату в принципе. Нет какого-то особого секрета. Все зависит от тебя самого. Для меня это все. Я занимаюсь этим уже очень долго. И сейчас это моя профессия. Так что, естественно, это много для меня значит. Скоростные заезды по набережной, конечно, не профессиональные гонки, а лишь показательные выступления. Правда, подготовка к спортивному празднику была масштабной. Только для того, чтобы привезти 200 тонн оборудования, потребовалось 15 фур, не считая специальных грузовиков для болидов. Екатерина Вологина, Алексей Соколов, Служба новостей, Город. Ну и теперь новости интернета. Все самое интересное в обзоре социальных сетей. Гигантская луна озаряла своим светом Землю в ночь с 10 на 11 августа. Спутник был больше, ярче и ближе к Земле, чем обычно. Нижегородцы делятся в сети своими кадрами суперлуния, и даже туман не помешал разглядеть лунный свет. Ежегодный фестиваль Waterdance в очередной раз прошел на берегу Волги. Главной приглашенной звездой фестиваля электронной музыки стал Пол Ван Дайк. В Нижнем Новгороде побывала популярная группа «Челси». Они выступили с концертом у подножия Чкаловской лестницы. Счастливые поклонники музыкантов делятся в сети селфи-фото с солистами. Да, надо что-то менять. Ехать. Начать все сначала. А что сначала? Ведь и здесь ничего не начиналось. А ты приезжай к нам как-нибудь. Посмотришь, что у нас за курорт. Нижегородец Артем Малицеус завершил съемки полнометражного фильма под названием «Свой круг». А пока выкладывает в сеть весьма интригующий трейлер. По сюжету картины главный герой, наивный юноша Дмитрий Безвольев, проходит путь от самого низа к вере и мечте. Ну что ж, ваши фото и видео тоже могут дополнить наш эфир. Но для этого, когда будете выкладывать их в сеть, не забудьте поставить хэштег «Первый городской НН». И теперь наш традиционный опрос. Мы поинтересовались у нижегородцев, что происходит в их жизни интересного. И вот какие ответы услышали. Смотрим ваши хорошие новости. У меня сегодня утро был правильный завтрак. И меня это радует. Я у дочери в гости приехала. Мне жену в город. Вот это самое главное. Я ее очень редко вижу. И она для меня самая любимая. Поэтому мне здесь все нравится. Я увидел очень красивую набережную. Красивый центр города. Красивый Кремль. Но как-то вот так вот. То есть эта набережная даже мне больше понравилась, чем в Санкт-Петербурге. Дочка устроилась на работу. Мы через 30 лет увиделись. Двоюродные братья и сестры. Я вчера пошел домой, когда это было очень поздно. Где-то около 10 вечера. Я успел заскочить в кофейню и этот ливень провел в ней. Вот это было очень ясное событие. Прямо мог быть до нитки. Ну, так что нашла работу. И все. Пока что. Мы приехали из Сибири. Отдохнули в ежедневный Новгород. Нам очень нравится. Я только что поступила в архитектурно-строительный университет. Мы зашли, посмотрели экзотичных животных. Нам очень понравилось. Вот. Ну и в завершении выпуска по традиции о погоде. Природа в последние дни ни аномальной жарой, ни холодом нас не удивляла. За окном вполне комфортная температура. Посмотрим, что будет дальше. Прогноз на вторник подготовила Юлия Карабасова. Она узнала последнюю информацию от синоптиков. Юлия, здравствуй, тебе слово. Добрый вечер, Дима. По народному календарю 12 августа силен день. Считалось, что рожь, посеянная в этот день, уродится особенно хорошо. А святой покровитель дня поможет в тяжелых работах. 12 августа обращали внимание на погоду. Если она была пасмурной и прохладной, то дождя можно было не ждать. А вот сильное мерцание звезд на рассвете предвещало скорые и обильные осадки. По прогнозам синоптиков, завтра днем в Нижнем Новгороде воздух прогреется до плюс 26 градусов. Будет облачно. Ночью столбики термометров не поднимутся выше плюс 20 градусов. И у нас на этом все. Я напомню, что все новости выпуска вы можете еще раз посмотреть на сайте Первого городского телеканала. Адрес его сейчас на ваших экранах. Ну а если вам есть чем дополнить наши выпуски, тогда звоните к нам в редакцию по номеру 217-0171. В 8 часов вечера смотрите на нашем канале фильм «Обитель зла». И я же с вами на этом прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok Двенадцатого августа в Нижнем Новгороде днем плюс 26 градусов переменная облачность. Ночью 20 градусов тепла ясно. 13 августа в среду плюс 27 градусов днем малооблачная погода. Ночью плюс 24 облачно и небольшой дождь. 14 августа в Нижнем Новгороде днем плюс 23 градуса переменная облачность. Ночью 19 градусов со знаком плюс малооблачная погода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова